Добрый день В курсе, отчего это мы так здесь все сегодня дружно, ну вы понимаете, да, собрались. Сейчас мы озвучим тему нашего эфира. Здесь в студии для вас работают Светлана Станкевич, это корреспондент информационной новостной программы Орск.ру, Наталья Сидорова, служба новостей телерадиокомпании Евразия, и Александр, ему отдельный привет большой, поскольку человек в прямом эфире в первый раз, он очевидец событий. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, Александр. Здравствуй, Юля. Да, Юля, как вы и обещали, мы уже собрались здесь. Дело в том, что в выпусках новостей сегодня мы уже говорили, освещали эту тему, и вот теперь было бы интересно услышать это, скажем так, из первых рук от очевидца этих событий, поскольку, я так понимаю, ситуация была на самом деле сложной и даже опасной. Ну, давайте, наверное, для начала, Наташа, все-таки поясним тем, кто, может быть, только что включился, о чем мы здесь говорим и зачем мы собрались. Накануне вечером в Орске едва не произошло ЧП, это случилось из-за непогоды. На участке дороги между поселком Победа и Курторожина был сильный занос, и несколько машин, в том числе и водители, и пассажиры, автомобили остались, так скажем, в снежном плену, долгое время никто к ним не приходил на помощь, и люди едва-едва не погибли. Могу сказать смело и прямо это слово, потому что на самом деле картина была именно такая. И мы сегодня вот в студию Радио Хит пригласили очевидца этих событий, его зовут Александр, Саша на автомобиле тоже застрял, да, Александр, добрый вечер вам, здравствуйте. Добрый вечер. Вот расскажите, пожалуйста, что, когда выехали, поехали, кого встретили, что было? Ну, мы выехали с города Орска со стороны поселка Победа и передвигались в сторону поселка Курторожина по объездной дороге. Вот. А когда выехали на объездную дорогу, буран уже начинался, в принципе, но мы думали, что в черте города это нам не должно угрожать, потому что в черте города обычно работает техника. Вот. Ну, мы передвигались, дальше все было хуже-хуже, заносы-заносы. И впереди нас мы первое, что увидели, стоял большегрузный автомобиль, он сел в этот снег. И, ну, мы как-то его объехали немножко, спросили человека, он говорит, ну, я, в принципе, наверное, выкарабкаюсь сам. Мы проехали дальше, сидела впереди машина 14-й модели, вот. Там в ней был молодой парень, он уже где-то часа полтора как забуксовал, сидел в этом заносе. Ну, мы, потому что скорость сбросили, мы тоже забуксовали, у нас Нива, Шевроле была. Вот. То есть полный привод. Да, полный привод. И вас не спасло это? Не спасло, потому что мы сбросили обороты и скорость, но мы не могли же идти на таран этой, допустим, 14-й модели автомобиля. Вот. И когда мы пытались вытолкать, думаем, вытолкаем 14-ю модель, то это было бесполезно. Мы пытались вытолкать наш автомобиль, это 14-ю Ниву Шевроле, ой, 13-ю Ниву Шевроле. Вот. И тоже это не привело никаким успехам. И мы давай ждать, думали, может кто-то еще поедет на какой-нибудь технике. Ну, просидели мы час, ничего, это было в 7, когда мы встали, это было в 7 часов вечера. Когда уже поняли, что помощи ждать нет кого, мы, буран все усиливался, мы решили позвонить сперва в ГИБДД. Вот, мы позвонили дежурному ГИБДД, нам ответили, что в том районе работает техника, и типа мы уже, ну, отправляем технику к вам. Мы на этом успокоились, ждали еще где-то час, техники никакой мы не видим, что она подходит. Александр, пока ждали, вы что делали, это же дикий мороз. Ну, двигателя были заведенные у нас, вот. Полные баки? Бензина было достаточно, где-то, ну, литров, может, по 25, по 30, может быть, литров было. Не знаю, ездив в пределах города, обычно, если за город, то заполняешь полный бак под завязку. А здесь, думаешь, ну, тут проехать, тут 5-7 километров этот участок, и, в принципе, он должен, не должен был занесен. В общем, жгли, жгли, просто сидели, просто жгли. Жгли, грели, ждали технику, вот. Когда у нас в одной машине загорелась лампочка резерв, то мы решили, что надо одну машину глушить, сидеть в одной хотя бы всем. Мы сели в 14-й модели. Сколько у вас было там мужчины? Да, мы были вдвоем с другом, с Анатолием, вот. А в 14-й модели был молодой парень, ему лет 25, он купил машину в городе Орске, он гнал ее в город Гай, как раз ему удобно было той дорогой проехать в направлении Гая, вот. Ну, и он был легко очень одет, и, естественно, конечно, нам вместе было держаться лучше, потому что, если бы мы даже и проехали, мы все равно бы его не бросили, вот, потому что он сидел. Матюшка бы замерз. Да, он бы, если бы мы уехали, он бы замерз. Александр, извините, я перебью, а скажите, пожалуйста, там никаких строений, никаких дамов, социальных объектов рядом не было, я так понимаю? То есть у вас не было вообще никакого шанса даже просто куда-то дойти погреться? Совершенно ничего. У нас в Орске много таких, да, участков дороги. Ну, дело даже не в этом, обычно в Буран, как все, кто в этом когда-то участвовал, не дай бог кому, то всем известно, что когда горят в Буран огни, они кажутся очень близко. Вот, это обман зрения, это очень далеко, в общем, и мы встали посередине, что назад, допустим, где-то до, если вернуться до поселка Победы пешком, то это заняло бы где-то 3-4 километра. Что, допустим, идти в круторожных, даже до бывшего поста ГАИ, до трассы, то это составило где-то еще 2,5-3 километра. Ну, я это к тому говорю, что корреспонденты Орск.ру в своем материале нисколько не преувеличили, сказав, что ситуация была как из фильма ужасов на самом деле. Наверняка и страх какой-то был, и долго вы ждали, когда к вам придет помощь. Дело в том, что страх, конечно, был, и он появился в тот момент, когда в одной из машин закончилось горющее. Вот на этот момент, давайте вернемся, вы говорите, позвонили в дежурную ГИБДД, сказали, техника придет. Сказали, что техника... Время идет, ее нет? Да, техника идет, к вам отправлен Кировец. Вот, ну, техники не было. Мы ждали, мы, короче, не знали уже, что делать. Мы и звонили, а, мы позвонили товарищу, у меня, это друг, это ему большое спасибо, это, как, у него фамилия, Роян, Серега, это, он был на РАВ-4, у него госномер 3-4, большое ему спасибо. Он прорывался со стороны круторожного, ну, на пути у него, в общем, был, сидела одна машина легковая, это Toyota Camry, он ее вытащил, потом у него впереди опять на пути встала Volvo легковая автомобиль, вот, он ее тоже стал вытаскивать, оборвался трос, он поломал себе бампер, но он его все равно вытащил, стал дальше пробиваться, нам звонит и говорит, Я до вас не доберусь, потому что здесь дальше вообще мрак, ничего не видать. Даже давайте вернемся, не едет дежурка ГИБДД, бензин в одной машине кончился, вы уже сели все вместе, что дальше, куда еще звонили? Мы решили позвонить на наш телеканал. А, решили позвонить на Орск.ру. Да, давайте тогда, красненько, расскажу, что было дальше, Александр позвонил на Орск.ру и на радиохит, вчера был выход, прямой эфир Александр у нас выходил и говорил о том, что вот мы сейчас здесь, на этом участке стоим и мы замерзаем, помощи нет, техники нет, ГИБДД, как по факту, не отреагировало на жалобу. Вы, по-моему, еще спасателям звонили? Да, мы звонили спасателям, они сказали, мы можем прислать к вам газель, у нас газель, вот, но мы в ответ сказали, если у вас пройдет сюда газель, то, естественно, мы отсюда тоже выйдем, но мы, говорит, можем прислать газель, эвакуировать вас всех оттуда. Ну, это дело в том, что, допустим, по нашему мы-то видим, что творится, газель туда не прошла бы. Вы поняли, что это будет бессмысленно? Бессмысленно, да, они просто на первом же этапе, они сядут, просто забуксуют. Что-то еще вам предложили спасатели? Какой-то другой вариант? Нет, больше ничего не предложили. Ну, вот самое в этой истории, мне кажется, удивительное, что случилось дальше. После выхода Саши в эфире хита, этот выход, его выступление, услышал оператор, оператор завода карьеры управления, да, насколько я правильно понимаю. И женщина очень правильно, очень быстро отреагировала на этот призыв, она подошла к мастеру и говорит, что же делать, нужно спасать людей. И вот мы, конечно же, пообщались со всеми участниками этой истории. История была такова, вот она услышала на радиохит выступление Александра, и мастер принимает решение послать туда технику и высылает к вам кировец. Да, в общем, когда я позвонил на точку.ру, порс.ру, вот, мне сразу произошел звонок. Ну, не сразу, минут через пять произошел звонок у меня и спросили, что у вас там случилось. Я говорю, ну, случилось вот так, вы можете в прямом эфире сказать, что у вас случилось. Я, ну, выступил в прямом эфире, сказал, вот, и как потом просто выяснилось, это мне сказал водитель. Да, да, что вот она услышала, женщина? Да, услышал диспетчер, они слушали радио как раз, услышал. Как быстро Кировец к вам пришел, Александр? Ну, как они услышали, где-то Кировец, как они услышали, Кировец прошел где-то минут через сорок, наверное. Что вы делали? Вот, это же, наверное, это же, наверное, было чудо, появление большой техники в этот момент. Мы увидали, что вдалеке вроде что-то моргает фара, но он тяжело пробивался, он с лопатой, он чистил впереди себя дорогу, разбивал еще, чтобы вот... Обратно? Да, обратно ехали, там уже, уже это, как сказать, все уже тоже было. Хорошо, я думаю, что мы сделаем сейчас небольшую паузу, а после нее свяжемся с еще одним очевидцем этого происшествия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Скидки на все. Проспект Ленина, 97. Торговый дом «Дизайн». 22 февраля кафе-клуб «Ваниль» отмечает главный мужской праздник в году. Мужчины, специально для вас. Расплекательная шоу-программа от ведущего мероприятия Макса Мочалова. Полевая каша в подарок от шеф-повара. А на десерт вся красота и эпатажность женского тела. Воплоти все самые сокровенные желания в реальность. Вход 150 рублей. Заказ столов по телефону 311-929. Наш адрес. Город Новотроицк, улица Мира, 14. Кафе-клуб «Ваниль». Со вкусом во всех отношениях. Для лиц старше 18 лет. Милым дамам красивые платья к 8 марта. Во всех магазинах «Мануфактурная лавка». Первый праздник весны встречай с «Мануфактурной лавкой». Дорогие мужчины, сумасшедшее событие ждет вас 22 февраля в ночном клубе «Скай». Специально для вас на сцене клуба самое откровенное, самое шокирующее женское шоу страны. «Платинум Бест». Город Санкт-Петербург. Мужчины, не пропусти ночь нереальных ощущений, когда все самые откровенные мечты станут реальностью. А также температуру танцпола поднимают резиденты клуба. Проект «Буги Диджейс». Мы продолжаем обсуждать непростую дорожную ситуацию, которая накануне сложилась в Урске. У нас есть дозвонившийся Евгений, хочет высказаться по теме. Давайте его послушаем. Евгений, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, день добрый. Здравствуйте. Я хотел просто поделиться. То, что вчера я тоже там был, как бы вот на этой трассе. Мы вчера услышали по радио, что вот такая ситуация сложилась. Мы как бы с ребятами выехали сразу туда же, кому-то какую-то помощь. Хоть как-то помочь. Мы, правда, поехали на льковой машине и видели этого мальчишку на 14-й, который и Шниву видели. Факт в том, что мы начали пробиваться уже дальше, за Кировцем ехали. И большое хочу сказать спасибо водителям Кировца. То есть их там было двое. Его зовут одного Федор, второго Влад. Им огромное спасибо, потому что мы пробивали за ними долго. Нашли мужчину уже на Ниве. Он тоже застрял в перемете. Он уже стоял без бензина, он был один. Машина уже замерзшая была, она нет. То есть он замерз уже, ну, очень сильно, такого состояния, что он прям уже выйти не мог из машины. Евгений, скажите, пожалуйста, вопрос только один. Как вы считаете, вот эта ситуация сейчас нами, она преувеличивается, раздувается? Или на самом деле это была реальная опасность? Нет-нет, это была реальная опасность, потому что вот у меня даже видео снято на телефон. Вот мы там были вот до самого конца, пока не прочистили эту дорогу. То есть Кировец застревал реально, он застревал, он не мог пройти через вот эти все переметы. Спасибо огромное вам, Евгений. Берегите себя в непогоду, больше на дорогу не выходите. Вот с одним из водителей этого Кировца мы сейчас постараемся связаться. Его зовут Федор. Да, как раз о нем шла речь вот сейчас в телефонном разговоре. Я так понимаю, об Александре тоже вот. Да-да-да. Это еще раз говорит о том, правильно ты, Света сказала, что ситуация нисколько не преувеличена. На самом деле была сложная дорожная обстановка. Люди буквально остались один на один со своей бедой. Мы сейчас слышим подтверждение еще от одного человека того, что дорогу пробивал один Кировец, дорожников в этот момент на трассе не было. И как бы это ни звучало приятно или неприятно для кого-то, несмотря на то, что некоторые СМИ говорят о том, что чистить дорогу начали уже как-то вот оперативно, да. По нашим достоверным источникам, корреспондент Торс.ру ручается за свои слова, до половины третьего ночи на этом участке дорожных машин не было. Вы, Александр, что-то можете по этому поводу сказать? Вы в какие-то дорожные службы обращались, пытались куда-то дозвониться, узнать, когда к вам придет помощь? Ну, мы в дорожные службы как-то... У нас просто не было номера телефона, мы просили дежурного ГИБДД, чтобы он обратился в дорожные службы. Но когда мы ему опять перезванивали, то он нам пояснял то, что он уже позвонил, что техника вышла, но техника не пришла. Мое мнение, что дежурный ГИБДД здесь ни при чем, просто они звонили, они свою работу выполняли, а просто дорожные службы, они просто, может быть, среагировали не так, или, может быть, просто у них техника действительно занята была. Ну, может быть, они просто недооценили масштабы, как бы, бедствия. Но, к сожалению, я скажу все-таки себе эту фразу, позволю, не знаю, как потом редакторы отреагируют на это. Пока не случится беды и несчастье, почему-то у нас в России не примут какого-то кардинального решения. Вот очень хотелось бы обратиться, если кто-то сейчас из властей нас слышит, не доводить эту ситуацию до трагедии, потому что, правильно сказал Александр, тот, кто был хоть раз в такой ситуации, понимает, насколько это опасно, насколько это страшно и насколько близки вот эти моменты несчастья. Не буду называть это слово, да, на «с», но насколько это близко от тебя, это просто жутко. Да, и к тому же еще раз обратим внимание и напомним, что все происходило в черте города. То есть это не где-то на трассе, куда невозможно оперативно прибыть, да, службам, все находилось в черте города. И такие вопросы, как «что вы там делали», я так понимаю, неуместны, потому что человек поехал по своим делам. Это вот Наталья сейчас говорит о тех вопросах, которые задавали наши читатели, в комментариях, там на главной новости висит информация, и под ней вот как раз люди высказываются порой очень-очень резко, что нужно было теплее одеться, нужно было не вылезать из дома в такую погоду. Как вы считаете, Александр, как это реагируете на это? Ну, я считаю, что если на все эти вещи смотреть, вот как смотрят некоторые люди, я думаю, что это смотрят на это люди, которые не бывали в этой ситуации никогда, вот, и тем более в черте города. Вот, тогда можно смотреть так, что, допустим, идти по улице, упасть в колодец, и тебе задут вопрос, почему ты не смотрел под ноги. Совершенно, с вами согласен, ситуации бывают разные. Да, если, допустим, да, я согласен, что собираемся куда-то ехать, допустим, ну, к примеру, там, в Оренбург или там в Сару, Медногорск, берешь с собой валенки, лопаты, бензин дополнительный, ну, а здесь в черте города и в голову не приходит то, что, может быть, дорога так занесена сильно. Поэтому, я считаю, что... Но, вы знаете, радует только одно, что у нас в городе достаточно отзывчивых людей, которые идут навстречу, реагируют моментально, быстрее, чем спецслужбы, хотя эти люди этому не обучены, а просто этому способствует доброе человеческое сердце. Вот один из таких людей у нас сейчас на проводе, ее зовут Вера. Вера, добрый вечер вам. Здравствуйте, Вера. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. Вера, расскажите, пожалуйста, вот о событиях вчерашнего дня, с самого начала, как узнали, что узнали, о чем и что сделали? Первоначально я увидела объявление, сообщение о том, что заменчены дороги и люди, ну, пострадавшие, то, что ждут помощи. Ну, как и те люди, которые там застряли, я думала, что придут коммунальные службы. Вот-вот их сейчас спасут, раз сообщили в СМИ. Но, зайдя уже позже, начало первого, мы увидели сообщение буквально в СОС, что люди остались уже без горючего, так при том, столько времени прошло. Мы с мужем приняли решение, так как у нас легковая машина, ну, тоже далеко мы на ней-то пройти не можем, но человеческие силы есть, можно пробраться как-то людям пешком, с фонарями, но дойти, донести им горячий чай, бутерброды, одежду. Мы собрались и поехали. Вера, мы вас правильно понимаем, вы буквально на своих ногах пробирались к тем, кому нужна была помощь? Мы свернули на эту дорогу, и навстречу мы увидели, едет машина с аварийкой. Мы припарковались, эту аварийку включила, и вышла уже навстречу машина, машина остановилась, эта машина там была Александра, это была «Шевролес Нива». О чем мы узнали уже от него, что и как произошло, спросили, нужна ли там помощь, нам уже, ну, как бы, Александр сказал, что все, ребята, все, нас вытащили, слава богу. То, что мы находились 7 часов там, от этого волосы дыбом встали, конечно. Вера, спасибо, что вы не остались равнодушными, огромное вам человеческое спасибо, и от, как раз, свидетелей, от участников этой ситуации, и от всех нас. А у нас есть еще один телефонный звонок, вторая линия. Да, мы слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Хотел бы рассказать о этой, ну, о этой ситуации я не слышал, только что еду, только сейчас я услышал. Вот, хочу рассказать о другой объездной, которая идет с поселка Масострой, в сторону Стеллы, которая развилка на Новотроицк, на Оренбург. Там тоже все заметено. Это вы говорите на данный момент, да? Мы вас правильно понимаем? Да, вот мы были там буквально 5 минут назад, перед нами там фура разворачивалась, хотя, не знаю, водитель большой профессионал, как он там смог развернуться. Позвонили в ГИБДД, спросили, как водителю проехать. То есть, ему надо проехать сейчас в Оренбург. На что ГИБДД ответило, что, ну, объезжайте опять весь город назад, через биофабрику и через аэропорт. Ну, насколько я понимаю, сейчас там машины никакие бедствия не терпят. Я правильно вас понимаю? Бедствия не терпят, да. Просто о том, что власти, как бы, даже не знают, где у них заметено, и никакой техники туда не пускают для очистки. Алексей, спасибо, мы вас поняли. Конечно же, нужно учитывать, что, да, ситуация аномальная. Погода к нам преподносит такие неприятные сюрпризы. Но вот, как выясняется, проблемы есть в разных районах города. Вот вчера и на ОЗТП, кстати говоря, была тоже похожая ситуация. И в материале корреспондента форск.ру это указано. Доходило вплоть до того, что люди буквально бросали свои машины, в том числе и дорогие, и уходили с места, поскольку не было возможности выбраться. Давайте мы сейчас, наверное, для того, чтобы не разводить здесь демагогию, да, ситуация действительно вчера сложилась страшная. Ну, действительно, из ранга ЧП. Давайте мы все-таки расставим точки на «Д» и дадим какие-то конкретные рекомендации, кому, как, когда, в какие сроки нужно обращаться, если вы оказались в такой сложной ситуации. Мы для этого связались с начальником управления по делам ГО, ПБ и ЧС, Сергеем Николаевичем Давиденко. Сергей Николаевич, добрый вечер вам. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста. Ну, вы знаете, ну, давайте так. Сначала мы, как бы, разберемся, в каком формате. Дело в том, что в городе создана единая дежурная диспетчерская служба, то есть туда, где приходят все звонки, вся информация о происшествии в городе. Ну, и плюс, конечно, у нас существуют свои внутренние инструкции, которые мы делаем периодически, обзвон всех слушать и так далее. Ну, что касаемо этого, дело в том, что наша задача – это, в первую очередь, оказать помощь людям, ну, то есть в формате того, что если есть угроза жизни человека, то наша самая главная задача – это спасти этого человека. Ну, в данном случае, например, это по вот этим большегрузам, так мы их назовем. Вот. Но наши службы предлагали им помощь. В каком формате, что давайте мы вас эвакуируем, давайте мы вас разместим, напоим, накормим, обогреем, разместим. Вот. Или, то есть надо выбирать или эвакуироваться, или охранять это железо, или товар, там, или еще что-то, понимаете. А вот заниматься конкретно непосредственно вызволением фур, вот, или вызволением, там, каких-то большегрузов, вот. Но это не то, что не входит в наши компетенции, это тоже наше, вот, как бы, содействие должно быть в этом. И мы стараемся поднять все службы, которые отвечают за это дело. Это, в первую очередь, конечно, дорожные службы, в том плане, чтобы они могли, ну, принять меры какие-то к разблокированию вот этих, ну, то есть куда-то надо вытянуть или выехать и так далее. Вот. Поэтому тут наша задача, еще раз говорю, не дать человеку погибнуть или замерзнуть, или еще там что-то. Вот, чтобы никто не погиб. Сергей Николаевич, попадая в такую ситуацию, к кому звонить? Ну, то, что они позвонили к нам, это все правильно. Почему? И надо звонить по телефону 340-112, например, вот, который у нас есть. Также еще есть телефон 112, но пока этот телефон 112 заведен по техническим параметрам на МЧС, то есть на противопожарную службу, это они все сделаны верно, и звонить также надо. Вот. А мы уже поднимаем те службы, поднимаем те, теми, ну, подразделения, которые могут или которые практически могут оказать помощь. Но, еще раз говорю, что надо понимать, что спасание людей или спасание техники и товара. Это понятно. Это две разные вещи. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, вот, если должны быть подняты спецслужбы, вчера, вот, в связи с звонком, поступившим на пульт ваших дежурных, как быстро были подняты городские спецслужбы на ноги? Ну, я конкретно времени не могу сказать там в течение какого-то времени, но они делали все, что от них зависело. Есть специальные алгоритмы действия прописаны, вот, но где-то в течение... Я, ну, самая затяжная тема, это где-то приедение Че плюс 30, вот, с того момента 30 минут где-то вот в этом формате должны все отработать. Сергей Николаевич, вот, возвращаясь к вчерашней теме, еще один такой вопрос. Участники этого происшествия говорят, что им было предложено, чтобы прибыла газель, для того, чтобы хотя бы уже людей спасти, естественно, не технику. Но они же утверждают, что газель туда просто физически проехать не могла. А какое-то другое решение на этот случай было принято? Ну, вы знаете, у нас есть муниципальная служба спасения, поисково-спасательная служба, да, у которой имеется на вооружение это автомобиль газель, то есть автомобиль, который спасает, ну, в черте города. И, конечно, подъехать или пробиться сквозь там заносы на этой газели, ну, нереально, так скажем. Вот, но, тем не менее, даже если, ну, это, если это, как сказать, можно в спешей доступности, в любом случае мы людей не оставим без внимания, так скажем. В любом случае им будет предложено эвакуироваться, оставить технику до лучших, ну, как сказать, до какого-то момента, вот, а потом эвакуировать. Ну, вы поймите вот так правильно, что мы не можем, у нас нет просто вот в нашей поисково-спасательной службе нет такой техники, которая по звонку может приехать и вытащить какую-то застрявшую фуру. Мы тоже должны, нам нужно тоже время поднять людей, выйти на руководство, выйти на ту службу, которая, ну, может приехать и спасти. В частности, это, ну, не спасти, а уже вытащить тягач этот. Вот, поэтому, ну, не все так просто, как кажется, но то, что они звонят, это правильно, и звонить нужно вот именно в нашу службу. Большое спасибо, Сергей Николаевич, за то, что нашли минуточку поговорить с нами. Всего доброго, спасибо вам огромное. Вот еще раз подведем, наверное, резюме. 340-112, время Че, плюс 30 минут. Имейте, пожалуйста, в виду. Еще раз из контекста, если Сергей Николаевич позволит у него вырву, служба спасения занимается спасением людей, не техники, что совершенно справедливо замечено, да, но вернемся к другой немаловажной проблеме, например, большегрузы. Как правило, это все люди, не местные. Бросить груз человек не имеет права, и мы все, как взрослые люди, это прекрасно понимаем. Я так понимаю, накануне там тоже были из других регионов большегрузы. Проблема в том, что это единственное место, по которому большегрузы в нашем городе могут ходить. И вопрос абсолютно не к спасателям у нас сейчас, а, наверное, более к дорожным службам, которые почему-то не приводят эту дорогу в порядок, из-за этого чуть не гибнут люди. Еще одно небольшое резюме. Мы по техническим причинам не смогли связаться с одним из водителей вчерашнего Кировца, который вызволял людей из беды. Его зовут Федор, вот Евгений, к счастью, нам подтвердил его существование. Он живет в поселке Репин, и сейчас связь с ним недоступна. Мы будем надеяться, что... Скорее всего, мы, наверное, нам ничего другого не остается, как надеяться на Радиохит, надеяться на Урс.ру, надеяться друг на друга, друг друга поддерживать, что бы ни случилось. Огромное спасибо Александру, который сегодня пришел на радиостанцию, чтобы с нами поговорить. Да, Александр, спасибо, и спасибо всем, кто не остался равнодушным. Нас слышат.